Ну что, я сейчас хочу сделать, не знаю, как это правильно назвать, обзором, не обзором, но у меня вот появилась вот такая линейка лаковых красок. Я ее приобрел буквально вчера. Это новые металлики, так скажем. Они, ну, обзоры уже были по лаковым краскам серии LP, это говорят, что такая же, вот как и в баллончиках, но обзоры были обычных красок, а металликов еще не было, потому что это вот, они вышли, мне сказали, что они вышли только. Их всего, вот эта сороковая серия, именно сороковая серия, их всего шесть штучек. Вот. Их всего шесть штучек, и название у каждой. Вот эта вот оранжевая, так, это синяя слюда, как это переводится, ну, говорят, что так, так. Это гоночный синий, это перламутровый белый, черный металлик и красная слюда. Вот, насколько я могу судить, это лаковые краски, вот, для пластика, дерева и металла. И они достаточно прочные и быстро сохнут. Поэтому я взял набор ложек простых, вот таких, на которые буду напылять, и набор ложек уже хромированных. Вот таких, очень интересно, я зашел в магазин ОК и нашел там такие ложки. Для того, чтобы просто так не использовать и не выбрасывать молотов, потому что он достаточно дорогой, я решил просто, я решил взять сразу уже хромированные ложки. И посмотрим разницу на хромированных ложках и на ложках обычных. А разбавителем у них является вот такой вот разбавитель от Tamii для грунта. Он подходит к ним именно вот такой. Так что можно, если у кого-то есть такой фирменный разбавитель LP10, можно не покупать. Давайте сейчас попробуем напылить и посмотрим, что из этого получится. Так, для начала попробуем красную слюду. Вот такой вот. Разбавили один к одному. И то же самое нанесем на хром. Наношу мокрым слоем. Итак, следующий цвет у нас оранжевый. LP44. Металлик оранжевый. Металлик оранжевый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как выглядит эти металлики и так следующие у нас lp 41 синяя слюда как они пишут пробуем а Смотрите, какая разница в цвете Далее у нас краска идет LP45 Гоночный синий, как они говорят Ну, по крайней мере, так переводится Racing Blue Давайте попробуем Все мы это кладем, естественно, мокрым слоем Потому что, насколько я понимаю, металлик тонким слоем не кладется Он просто не будет там видим Сначала мы даем тонкий слой для того, чтобы он прижился хорошо А потом сверху даем мокрый И, наконец, белый жемчуг LP43 Pearl White Пробуем Продолжение следует... Ну, белое на белом плохо видно Но видно, что это металлик У меня, в принципе, по большому счету освещение еще не то Ну, какое есть, уж простите И белое на черном хроме Дадим просохнуть Ну, что, друзья, прошло 20 минут Металлики у нас подсохли Даже можно гладить их Ничего не будет Сохнут они достаточно быстро Итак, красный цвет На темном грунте и на белом грунте выглядит вот так Точнее, это даже не темный грунт Это у меня хром темный Ну, такие ложки я просто купил Оранжевый выглядит вот так Видите, цвет от... Цвет меняется в зависимости от того, какой грунт Черный Синяя слюда Как они это пишут Гоночный синий Надеюсь, вам зерно видно Что это действительно металлик Посмотрите, пожалуйста Ну, и белый Ну, не знаю Белый, по-моему, вообще ни о чем Ну, все зависит от того Какие задачи у людей Что я хочу сказать Цвета мне очень понравились Мне очень понравилось Работать с этими металликами Напыляются и красятся Они очень легко, хорошо Зерно очень мелкое Они прямо растекаются По изделию Сохнут очень быстро Единственный у них большой минус Это, конечно, запах Воняют они очень сильно Запах у них такой же Как и у Вот этого очистителя Аэрбраша Очень сильный Ну, и такой же, как у Растворителя Для грунтовки Этим мы Растворяем Один к одному Этим мы Очищаем Очищается очень быстро Аэрограф чистится практически За несколько пшиков И сохнет очень быстро Значит, друзья Я Хочу еще Попробовать Задуть его Лаком Потому что все-таки Лак придется напылять У меня есть вот такой Эмалевый лак Я хочу попробовать Задуть им И посмотрим Что из этого получится Итак, начнем Ну что, друзья Лак подсох Прошу вашему вниманию Полная 40-ая серия Полностью вся серия ЛП Металлики То, что Недавно вышло На рынок Можете посмотреть Поближе Не знаю, как вам показать Так, чтобы было видно Лак лег хорошо Так что Лак Тамиевский Х22 С родным растворителем Х20 Единственный минус Который я здесь вижу Только запах Сохнет очень быстро Лак высох В течение 15 минут Пожалуйста На этом я хочу закончить Это был мой первый обзор По краскам Буду делать еще Если найду что-то интересное Прошу ваши комментарии Советы По тому, как обзор делать лучше Спасибо большое До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok